Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос по делу». Поговорим сегодня о работающих пенсионерах. И мой собеседник, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Ростовской области, Алла Николаевна Васильева. Здравствуйте, Алла Николаевна! С февраля текущего года Пенсионный фонд России проводил плановую индексацию трудовых пенсий. И, насколько нам известно, работающие пенсионеры под эту индексацию не попали. Расскажите, какая реакция была в обществе со стороны работодателей, со стороны самих пенсионеров? Не стало ли это нововведение поводом для увольнения таких сотрудников? Что касается увольнений, то они, конечно же, были, но ажиотажа в клиентских службах не было. Очереди уволившихся у нас как бы не стояли. Более того, наряду с этим были и пенсионеры, которые в этот же период и трудоустраивались на работу. То есть были и такие. Поэтому я думаю, что все-таки решение пенсионера о том, работать или не работать, это все-таки индивидуальное решение. И оно зависит не от того, как изменяется пенсионное законодательство, а все-таки в первую очередь от личных обстоятельств. А каким образом все-таки пересчитывается пенсия сотрудника работающего пенсионера, если он все-таки уволился? Был переходный период. Этот переходный период закончился 31 мая. Граждане, которые уволились по 31 марта, могли по 31 мая включительно подать заявление в пенсионный фонд, заявление о увольнении и пенсия им пересчитывается с 1 числа следующего месяца. В дальнейшем для целей перерасчета будет использоваться сведения, которые мы получаем от работодателей. И только они будут иметь процессуальное значение при вынесении решения о перерасчете пенсии. А если пенсионер уволился, например, в марте 2016, а заявление подал позже, например, в апреле, может ли он рассчитывать на перерасчет за февраль и за март? На доплату. Нет, в этом случае доплата не положена, потому что перерасчет пенсии осуществлялся с 1 числа месяца следующего после подачи заявления. То есть, если, как вы сказали, он подал заявление в апреле, то, соответственно, нет, когда он подал заявление? Заявление было подано в... уволился в марте, а заявление подал в апреле, да? То, соответственно, перерасчет пенсии с 1 мая, с 1 числа следующего месяца. Доплата за прошлое время не положена. А если пенсионер не уволился, а наоборот, решил выйти на работу, должен ли он об этом сообщать в пенсионный фонд? Если речь только об индексации пенсии, то вот теперь с вводом ежемесячной отчетности в пенсионный фонд такое требование сообщать не требуется. Но ведь пенсионный фонд выплачивает множество других выплат, которые зависят как раз-таки от факта работы. Это отдельные виды социальных пенсий, это дополнительное материальное обеспечение, например, для шахтеров, для летчиков, это компенсационные выплаты за уход. И когда гражданину устанавливались такие выплаты, он подавал заявление, он брал на себя, расписывался в этом заявлении, брал обязательство информировать пенсионный фонд. Поэтому это обязательство за ним сохраняется. Вы сейчас упомянули отчетность, что изменились сроки подачи отчетности для работодателей. Поясните, пожалуйста, в чем изменение, собственно говоря? Ранее отчетность представлялась раз в квартал, сейчас она будет уже с 1 апреля представляется ежемесячно. Как раз-таки каждый месяц нам нужна информация о статусе гражданина, работает или не работает, с тем, чтобы, если он уволился, то осуществить ему перерасчет, сделать ему индексацию, которая была пропущена им, пока он работал. То есть изменения в отчетности, они исключительно нужны для того, чтобы пенсионный фонд проводил вот этот перерасчет, да? Да, совершенно верно. А что будет с пенсией, если человек продолжит работать, пропустит одну индексацию или даже несколько, а потом уволится? Вот какой здесь механизм перерасчета и существующего? Важно, сколько индексации будет пропущено, пенсия будет пересчитана на все коэффициенты индексации, которые человек пропустил. А вот традиционное, да, я так понимаю, в августе повышение пенсии? Работающим пенсионерам, да. Сохранится ли оно? Он сохранится в полном виде, это совершенно разные понятия. Индексация пенсии работающим, неработающим пенсионерам и перерасчет августовский, который зависит не от темпов роста инфляции, а от объема страховых взносов, которые перечисляет работодатель. Поэтому он будет в неизменном виде, по-прежнему беззаявительный, здесь ничего не меняется. Вот поясните еще, какие необходимые параметры для назначения страховой пенсии в этом году? Так, в текущем году для установления страховой пенсии требуется 7 лет страхового стажа и накопить 9 пенсионных баллов. А вот про 9 пенсионных баллов более подробно, да, расскажите. Дело в том, что ежегодно стоимость одного пенсионного балла устанавливается отдельным федеральным законом. В текущем году пенсионный балл стоит 74 рубля 27 копеек. Поэтому, если возвращаясь к теме о работающих пенсионерах, о перерасчете пенсии работающим, как раз таки, наверное, важно сказать, что перерасчет этот будет, он состоится, но сумма повышения ограничивается тремя баллами. Вот такая норма в пенсионном законодательстве новая появилась. Поэтому максимальная сумма увеличения – это 3 балла. Это значит, что наше 74 рубля 27 копеек умножить на 3 – это 222 рубля. Не больше? Не более, да. А если у человека не набирается необходимого количества баллов или стажа, что делать в такой ситуации? Ну, в такой ситуации следует отказ в назначении страховой пенсии по старости. И человек будет иметь право на социальную пенсию, но на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста. То есть, если женщина, то право на социальную пенсию по старости при отсутствии нехватки ни стажа, ни баллов, она получит в 60 лет, а мужчина, соответственно, в 65. Вы сейчас затронули этот такой болезненный момент про пенсионный возраст. Да, все-таки будет или не будет, если какая-то информация официальная. Пока что законодательно уже принят закон об увеличении пенсионного возраста для чиновников. Но не исключается, что в дальнейшем аналогичное решение будет принято и по другим категориям граждан. Пока официальной информации нет, и сроки как бы не оговариваются, но считаю, что общество должно быть морально к этому готово. Какие-то временные рамки можно обозначить? Пока нет. Пока нельзя, да? Я вас благодарю за интересную беседу. Напоминаю, что сегодня наш гость Алла Николаевна Васильева, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Ростовской области. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова